Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Весьма важный, как мне кажется, вопрос. В Госдуме высказались за создание гид-бригад из артистов для поездок на фронт, для поднятия боевого и морального духа. Артисты говорят, что это должно быть делом добровольным, но закон в ближайшее время внесут в законопроект Госдума. То есть на законодательном уровне хотят закрепить вот эти агид-бригады, которые будут состоять из артистов. Артисты обязаны будут поехать на фронт и поддерживать наших ребят. Друзья, правильно ли это? Я считаю, что абсолютно правильно. Потому что вот мы высматриваем, выискиваем. 100 человек уехало, и из них 50 грязью поливают нашу родину, которые здесь деньги всю жизнь зарабатывали. И вот двое, трое, четверо, пятеро ездят, так сказать, на Донбасс. Из них, так сказать, троих травят потом. Близкие, я имею в виду, друзья, он Олихно рассказал, певец великолепный, что столкнулся с травлей просто в соцсетях. Чечерина, великолепная, замечательная, заслуженная артистка. В Москве решил дать концерт, ее травят в чате, я помню. Как это можно понять вообще? Артисты едут поддерживать своих же, и их в России же травят. Это как такое может быть вообще? Это просто дальше некуда уже. Это каждого, кто травит, кто пишет такие вещи, нужно проверять, я считаю, на гражданскую позицию. Значит, он выступает на какой-то, наверное, другой стороне просто. Тогда нужно принимать соответствующие решения, мне кажется, по этим людям. Я считаю, это абсолютно правильно, потому что мы тогда не будем высматривать, кто поехал, кто не поехал, кто за, кто против, кто еще что-то. Вот они все поехали, и все. А кто не хочет ехать, соответственно, он в агитбригаду не хочет войти, значит, ему не место. В театре, на эстраде, еще где-то. Выступаешь, зарабатываешь, поддерживая наших ребят. Не хочешь поддерживать ехать, все, тогда по тебе принимается соответствующее решение. Давно нужно было уже это сделать. Я считаю, что урегулировать эти вещи в сферу культуры, искусства нужно, это просто необходимо. И агитбригады, естественно, те люди, которые находятся на передовой, которые находятся в воинских частях, естественно, они нуждаются. Когда они видят, что приехал человек, значит, он гражданское лицо, артист, проявляется внимание, едут. Ну, естественно, это поднимает боевой моральный дух. Так было всегда. И чем же сейчас, в чем сейчас отличие? Артисты, если они могут помочь таким путем, это просто их обязанность святая, я считаю. Они должны это делать без всяких законов, а у нас получается по-другому. Все практически такие знаковые главные артисты старой гвардии, практически, я говорю, я не говорю, что все, за бугор уехали, потому что у них там недвижимость и счета, значит, в заграничных банках. И они должны еще выслуживаться перед заокеанскими хозяевами, поливая грязью нашу родину, значит, для того, чтобы у них не забрали недвижимость и не закрыли счета. Позор, это просто позор этим людям. 40 лет, 30 лет зарабатывать деньги в стране, уехать и начать грязью поливать страну. Или просто уехать. Я высказываюсь за. Друзья, что вы думаете на сей счет? За агитбригадой, я имею в виду. Что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Напоминаю, друзья, что, значит, самые актуальные новости для нас на сегодняшний день, это особо чувствительные направления Херсон, Лиман, новости сопредельного государства. Мои ролики на остросоциальные, политические темы, это все в моем телеграм-канале Будда Гришна новости, потому что здесь об этом говорить невозможно. Переходите, подписывайтесь, делитесь в соцсетях. Друзья, и здесь на YouTube есть канал, он тоже называется Будда Гришна новости, он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.